Да, ребят, этот год мы начнем с вами масштабно. Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша. И да, сегодня нас ждет масштабная распаковка с Алиэкспресс. Первая в этом году. Еще в декабре во время всей этой новогодней суеты я постоянно залипала на Алиэкспресс и заказывала кучу разных классных товаров. По большей части это модные шмоточки, но плюсом ко всему всякие разные модные аксессуары. Распаковка действительно будет огромная, так что давайте начинать, поехали. Девочки, начинаем просто с козырей. У меня тут куча пакетов, как вы видели, и мне непонятно, где что находится. Но я даже подумать не могла, что первый товар, который я вытащу из этой лотерейной корзины, будет вот эта вот замечательная шубка-чебурашка. Я, когда ее увидела, я просто в нее влюбилась. Кто не знает, я думаю, знают все сейчас, просто идет дикий тренд на шубы, в том числе и вот на такие вот шубы-страусы. Я не уверена, что это называется шубой-страусом, но это супер популярная вещь, особенно в Инстаграме, в Пинтерест, да и в ТикТоке, наверное, тоже. Я, конечно же, решила, что мне нужен такой красивый, нежно, в то же время ярко-розовый оттенок. Кстати, у этого продавца были также и другие цвета, белый, черный, более ярко-розовый цвета фукси. Но у меня тут, знаете ли, Барби покусала. На первый взгляд все сшито достаточно добротно. Посмотрите, какой здесь хороший, плотный подклад. Я почему-то была уверена, что этот жакет никак не закрывается, но, оказывается, здесь есть все-таки вот петельки. Они невидимые, так что можно прикрыться и сделать образ завершенным. Я себе выбрала размер 3XL, самый большой, который был, потому что боялась, что изделие будет маломерить, а так, по всей видимости, и есть. Да, выглядит она максимум, размерчик так на 48-й, на 50-й. Цвет мне также нравится, вроде бы ожидание и реальность совпали. Друзья, это просто потрясающе, я не могла сдержаться и просто хотелось примерить ее сразу. Настолько она приятная, настолько воздушная. И, знаете, отображает меня на все 100%. Чувствую себя в ней такой пушистой, мягкой зверюшкой или какой-то роскошной Барби. По размеру она мне идеально подошла, я бы не хотела меньше и не хотела больше. Это вот прям то, что нужно. И поширенее, и подлиннее, и подлиннее рукавов. Возможно, можно взять какой-то широкий гребень и немножечко расчесать, чтобы это все выглядело более аккуратно и более дорого. Может быть, я так и сделаю, но мне нет такого гребня, нужно будет купить. Давайте оценку от оператора. Да, тройка. Из кольки? Из пяти. Почему? Ну, такая. Я плачу, друзья. Ну, это все понятно, оператор, я оставлю 10 из 10, она выглядит просто потрясающе. Оправдывает свою цену, подобную на Валбрис можно найти где-то за 10 тысяч рублей. А я ее купила за 3. И да, по составу это стопроцентный акрил. Примеряла я эту шубку на голое тело, и даже так она чувствовалась очень приятно и нисколько не потно, если вы понимаете, о чем я. Ну, лучше, конечно, под нее какой-то вон слив поднадеть, тогда будет супер. В общем, это теперь моя самая любимая яркая шуба. И самая первая, потому что ярких у меня не было. Сто процентов рекомендую, если вам не нравится такой яркий цвет, у продавца были и другие. И да, девочки, поправочка. Оказывается, 3XL это не самый большой размер, есть еще 4, 5 и 6XL. Девочки, нас хотят подкупить. Посмотрите нам, какую расческу положили в подарок. Качественная. Оператор, пожалуйста. За такой лайк, я думала, подарки только на ВБ. А тут у нас самый популярный, самый нашумевший кардиган. С молнией, которая и сверху, и снизу. Девочки, у нас теперь есть вип-проходка. Я так понимаю, что это какой-то промокод. Можете воспользоваться. По первым впечатлениям, кардиган очень мягкий и приятный. Единственное, что я ожидала от него более белый, более холодный оттенок. Но он оказался, знаете, такого цвета сливочного масла. Самое главное, чтобы молния здесь работала безукоризненно. Качественная. Я не могла понять в карточке товара, что это за материал. Там написано и полиэстер, и хлопок. Но по ощущениям, это, знаете, 50-50. Здесь у меня 100% самый большой размер. Размер 2XL, но вылит она, как видите, не очень большой. Все-таки Алиэкспресс, это действительно вещи маломерки. Кофточка связана аккуратно. Такой у нее крупный рубчик. Рукава, к сожалению, не длинные. Но сам материал достаточно плотный. Швы также аккуратные. Если вы думаете, что Алиэкспресс, это кофточки за 600 рублей, как думает мой оператор, нет. Стоила она 1400, плюс 200 рублей доставка, итого 1600. В принципе, за эти деньги можно заказать что-то подобное на ВБ. Но это будет стоить, на самом деле, дороже. Там подобные вещи стоят по 2-2,5 тысячи. Мне нравится материал. Я бы вам ее рекомендовала. Она достаточно качественная. Ну, что-то нитки торчат, смотри. Здесь, смотри. Что-то я не поняла тебя, кто заслал. Я ей, наверное, 10 из 10 окей не поставлю. Но это твердый, 8 баллов. Смотрится она классно. Ну и что самое главное, здесь качественная фурнитура. Замок действительно хороший и мне нравится его благородный серебряный цвет. Да, еще в декабре я решила задуматься о стильных и в то же время уютных аутфитах на январь. Именно это время у меня ассоциируется с постоянными встречами, гостями, прогулками, если позволяет погода. Хочется действительно начать свой год красиво, с семьей, друзьями и в нарядной обстановке. Старый Новый год, Новый год по восточному календарю, поводов много. Главное, что меня на создание классных уютных образов вдохновил он. Xiaomi 13 Lite. Вы просто посмотрите, какой он стильный, тонкий, легкий и с плавными изгибами. Ну а с помощью его крутой возможности фронтальной камеры с двойной вспышкой получаются четкие селфи. А опция Handy Pocket Mirror позволяет увидеть свое изображение как в настоящем зеркале. Даст возможность запечатлеть самые крутые моменты. Этот красавчик оснащен флагманской системой камер для шедевральных фотографий. И да, его можно использовать как карманное зеркало, а подправить макияж теперь можно где угодно. А если вы сильно увлеклись съемкой или общением с друзьями и понимаете, что батарея стремится к нулю, быстрая зарядка вас точно порадует. До 100% он заряжается за 40 минут. Да, такой телефон будет отличным подарком на Новый год и не только, которому точно будут рады. Я свой Xiaomi 13 Lite покупала в МТС, так что ищите его там, как в офлайн, так и в онлайн-магазинах. Ссылочку вам оставлю в описании. Наконец-таки этот стильный стиль пришел. О май гад, это же Пола. Но, чтобы вас не обманывать, скорее всего это Озон Глобал, потому что все это приходит вместе с Алиэкспресс на почту. И там не отличишь, где Алиэкспресс, где Озон Глобал. Вот эту кофточку я, по-моему, заказывала именно там. Я давно себе хотела что-то от US Polo, но, к сожалению, оригинал я найти так и не смогла за адекватные деньги. Поэтому я нашла вот такой вот джемпер по мотивам US Polo. Здесь есть вот такой вот значок, либо это Ralph Lauren. Девочки, я запуталась. Я запуталась в этих брендах. В любом случае, очень красивый джемпер с таким вот необычным рисунком косичка. Конечно же, здесь нет никаких брендов. Это no name, просто есть такая вот красивая вышивка с лошадкой, с наездником. Материал такой же, как и у предыдущего джемпера. Это вот 100% акрил. Это никакой не полиэстер, это никакой не хлопок. Такой приятный, мягкий акрил. Тактильно очень нежный. По качеству тут все очень достойно. Действительно очень. Посмотрите, какие аккуратные швы, какая аккуратная вязка. Даже с изнаночной стороны, потому что часто бывает, что здесь все хорошо. А с изнаночной стороны, о май гад. Нравится такой нежный цвет. Он не поросячий. Он именно такой холодный розовый, немножечко оттеняющий в персиковый. Единственное, что меня смущает, это длина рукавов. Возможно, они мне будут коротковаты. Не расходимся. Тут все отлично. Рукава имеют хорошую длину. Они, конечно, не удлиненные, но на мой рост то, что нужно. В целом, джемпер выглядит очень интересно. Он вроде как и слегка романтичный за счет цвета. Так и деловой. Можно в нем и на работу, и на учебу. И что самое главное, он имеет приятный, нежно-розовый оттенок. Потому что сейчас розовый цвет, как никогда в тренде. Спросите, почему? Совсем скоро. Самый романтичный месяц в году. Февраль, день святого Валентина. У меня розовый цвет ассоциируется вот именно с этим периодом в году. Джемпер мне в целом понравился. Ставлю ему 210. Тактильно приятный, красиво смотрится. Что еще нужно? Зачем нужна лежанка? Когда можно купить шубу? Ну да, а что? Я решила скупить все шубки на Алиэкспресс. Это далеко не последняя в этой распаковке. Так что приготовьтесь, мы взлетаем. Видимо, в какой-то шубный мир. Эта малышка у нас уже идет подороже. Я ее покупала за 4200. И просто посмотрите, какого она шикарного белого цвета. Она такая красивая. Это уже не просто какой-то там жакет. Это прям полушубок. Внутри у нас идет подклад. Он, кстати, тоньше, чем у предыдущей шубки. Вы просто посмотрите, он уже такой более прозрачный, но тоже по качеству приятный. Сшито аккуратно, все швы скрыты, ниток нигде не торчит. Даже имеется некий бренд. Шубку у меня в размере 2XL брала максимально. Вот здесь 100% больше не было. По составу это 100% полиэстер. Нравится, что подклад подобран в цвет самого меха. Также здесь у нас есть вот такой вот воротничок классический. Шубка закрывается на вот такие клепки. Слушайте, ну выглядит просто потрясающе. Думаю, смотреться будет роскошно. Обязательно оценивайте в комментариях. Как по мне, это самый настоящий Pinterest. Можно делать очень классные, крутые фотографии. Я ожидала чего-то намного хуже. Здесь все достаточно качественно сделано. Хороший мех, не лысый. Это прям 100 из 10. Реально находка. Рекомендую всем. Выглядит шикарно. Ой, девочки, мальчики, честно, я прям ждала этот джемпер, потому что он стоил, внимание, всего лишь 800 рублей. На Wildberries подобные стоят как минимум полторы, а то и больше. Единственный его минус, у него one size. А я у вас далеко не девочка стандартного роста, веса, поэтому вещи стараюсь не заказывать one size. Но здесь я не могла себе отказать, потому что я подумала, ну натянем, натянем. Итак, это нынче модный такой джемпер в полосочку. В классическом стиле, немного напоминающем жакеты Chanel, что самое главное, он полосатый. Пуговки здесь идут золотистые. И также есть визуально карманы, но по факту их нет. За 800 рублей, это просто потрясающее качество. Посмотрите, как аккуратно сшито. Напоминаю, 800 рублей это стоило. И даже бесплатная доставка, что удивительно. Здесь, конечно, есть какие-то не самые аккуратные моменты, но 800 рублей. И даже пуговицы хорошего качества. Да, конечно же, они пластиковые, но пришиты они аккуратно. А вот и нашли мы с вами немножечко погрешности. Нитки есть с внутренней стороны, но на самом деле не все так плохо. Здесь даже края обработаны настолько, насколько это, видимо, было возможно за эти деньги. В целом, если вы имеете такую стандартную комплектацию, вам очень повезло. Я просто боюсь заказывать one size, потому что, во-первых, у меня рост выше среднего, 172. Во-вторых, у меня вес выше среднего, почти 70 килограмм. Поэтому такие вещи, как правило, мне маленькие. Но здесь размерчик то, что нужно. Кто ищет что-то подобное, я знаю, что это очень популярная вещичка. От всей души рекомендую. И да, все ссылочки на вещи из этого ролика вы сможете найти в моем телеграм-канале. Так что, let's go туда. Когда стиль old money или тихая роскошь просто захватили твой гардероб. Да, я решила скупить все джемперы на Алиэкспресс. Но почему нет? Мне кажется, это очень мило. И как мне кажется, как я вижу в зеркале, такой стиль мне идет. Поэтому, когда я увидела вот это мягкое чудо с такими красивыми пуговицами с жемчужинками, я влюбилась и вот так вот тыкала кнопку заказать. Вы посмотрите, какие это шикарные пуговицы. Такое я вижу впервые. Это прям действительно пуговицы, они какие-то клепки. Таким образом они пришиты. И я надеюсь, мы вам постараемся передать, насколько много там ниток. То есть качество пришива-подшива пуговиц. I like it. Очень нравится описание этой кофточки. Свитер с круглым вырезом из искусственной норки и бархата. Но по факту это всеми любимый полиэстер. Но хочу заметить, что он здесь очень плотный. Эта кофточка, она безумно теплая. Тут и внутри есть мелкий начес. Абсолютно такой же, как и с липцевой стороны. Я себе заказала размер 2XL, который рассчитан на 65-70 килограмм. И она, я думаю, мне будет прям впритык, так как надо. Но можно было взять и на размер побольше. Манжеты здесь, в отличие от основного материала, достаточно тоненькие. И они в рубчик. Но это точно еще одна находка с Алиэкспресс, которая точно, мне кажется, достойна вашего внимания. Безумно рада, что нашла такой джемпер. И да, там еще были и другие цвета. Мне кажется, белый самый универсальный, самый милый. Он и нарядный, и в то же время на каждый день тоже можно. Как ни странно, но это тоже 10 из 10, прям самое сердечко. Она пришла. Вот это самая трендовая шуба из Пинтерест. Просто сейчас все внимания, если вы зависаете в Reels или в Пинтерест, или в принципе любите смотреть в каких-то других социальных сетях какие-то стильные луки, аутфиты, вы наверняка видели эту шубу. Их куча на Алиэкспресс. Я заказывала у того продавца, у которого были хотя бы некие отзывы. На самом деле, этот полушубок очень сильно смахивает на шубу из натурального меха. Стоила она порядка 4,5 тысяч рублей. Одна из самых дорогих шуб в этом ролике, между прочим. Опять-таки, здесь очень хорошо подобран подклад в цвет полушубка. И посмотрите, какая здесь необычная отделка. Такое мы с вами сегодня видим впервые. Плюсом ко всему есть потайной карман. Это очень приятно, но по ощущениям, как будто он маленький, и телефон даже в него не поместится. Но если у вас iPhone не Max версии, то, наверное, будет нормально. Мне не нормально. Здесь крепления идут в виде вот таких вот крючков в количестве трех штук. На самом деле, мне такой вариант крепления нравится больше, нежели чем какие-то клепки, потому что он более долговременный, долговечный. У меня размер 2XL, и мне кажется, что он даже мне слегка великоват. Посмотрите на длину рукавов. Мне такое безумно нравится. На самом деле, что как будто бы слегка оверсайз. Как будто бы я слегка похудела. Смотрится стильно, и мне кажется, что такая шубка в каких-нибудь шоурумах будет стоить X2, либо X3 от цены. Я бы точно за нее заплатила все 1010, потому что она, ну, просто обворожабельная. Чувствую себя в ней, ну, настоящей дамой какого-нибудь олигарха, не больше, не меньше. А может быть так оно и есть. Да, оператор? Обязательно напишите в комментариях, как эта шубка вам хотели бы вы себе такую. Если да, то вы знаете, где ее найти. Ссылки будут в моем телеграм-канале. Да, как обычно, реклама моего телеграм-канала на протяжении всего ролика. Не, ну а что? Могу себе позволить. Также бы хотела отметить, что шубка не линяет, и мне нравится, как сделаны рукава. Как видите, мех немножечко завернут его внутрь, и не видно подклада. Ставлю этой шубе 10 из 10, в ней точно можно быть самой стильной. Еще одна розовая вещичка в мой кардероб, это очень милый джемпер с бантиком. То, что банты захватили мир, я думаю, не стоит объяснять. Это тренд, я думаю, года. Вот здесь я уже вижу, что достаточно он проветриваемый. Посмотрите, как крупно он связан. По фото это было не совсем понятно, но вязка действительно крупная, и все будет продувать. Такое чисто для красоты, но никак не для тепла. Обязательно нужно будет либо маечку, либо какой-то лон слив надевать под низ. Рукава при этом безумно тяжелые, и они как будто связаны в два слоя. Или, может быть, за счет того, что они идут достаточно объемными, они безумно сильно ощущаются. То есть, один рукав весит, как половина изделия. Хочется отметить аккуратную работу, но при этом есть затяжки. Это что такое? Тоглик отметил аккуратную работу. Откуда здесь затяжка? Мне нравится, что здесь такая необычная вязка идет. Посмотрите, это даже не косичка, это просто какие-то волны, которые делают рукав не простым, а в форме фонарика. Знаете, тут слегка ожидания, реальность не совпадает, потому что по фото джемпер более какой-то пушистый. Как будто в составе есть некая шерсть, либо хотя бы махер. В жизни он абсолютно не такой, и цветочек намного меньше. Посмотрите, какой здесь крупный цветок. Буквально на половину ее груди. И какой маленький цветочек в реале. Я заказала себе размер L, но он не настолько большой. Мне кажется, даже на девушке джемпер намного-намного больше. Абсолютно с каждой стороны торчат либо какие-то нитки, либо уже есть какие-то затяжки. Мы нашли аутсайдера в этом ролике. Но больше всего меня разочаровывает именно сам материал, из которого изготовлен этот джемпер, потому что я хотела такой вот эффект пушистости, а его здесь нет. Это обычная розовая кофточка. Дизлайк я уж ей не буду ставить, но такое рекомендовать тоже не могу. Максимум 5 баллов из 10. Стиль бабушки вошел в чатик. Согласитесь, это похоже на то, словно вы взяли прихватки своей бабушки и сшили из них вот такой вот жакет. Ну, у меня же ни одной такие ассоциации. Вообще, это сейчас очень трендово. Наверное, с прошлого лета я вижу подобные жакеты, жилеты, пиджаки. И данный стиль называется пэтчворк или лоскутное шитье. Вообще, из этого шьют различные покрывалы, какие-то наволочки. Это размер L. И она должна была быть суперсвободной. Даже на девушке она смотрится как оверсайз. Но, мне кажется, вот это изделие будет смотреться на мне, как будто оно мне мало. Возможно, мне прислали не тот размер, но нет, ребят. Все нормально. Это L. Но хочу сказать, что по качеству это просто великолепно. Вы посмотрите, какие здесь идеально ровные швы. Абсолютно все, как главные швы. И да, хочу заметить, это не сшитый из лоскутов материал. Это ткань, которая создает эффект, что это сшитый из лоскутов. Выглядит, конечно, классно, но у меня разочаровывает размер. Потому что я прям вижу, что это будет мне в облипку и не так, как должно быть. Пуговицы идут в таком леопардовом стиле. Вырез под пуговицы обработан, за что огромное спасибо. Внутри есть подклад белого цвета. Кстати, он очень приятный по материалу. И также внутри, безусловно, хорошее качество. Просто посмотрите, как это идеально сшито. По составу это 100% полиэстер. И даже есть бренд, который называется Шенопот. И помимо того, что здесь есть подклад, так здесь есть еще и небольшой утеплитель. То есть это не просто жакет, это можно использовать как курточку. Он такой мягенький, как знаете, очень тоненькая одеялка. По качеству нету никаких вопросов, так что за качество ставлю 10 из 10. А вот по поводу размеров, хотелось бы немножечко побольше. Но в целом ставлю лайк, 8 баллов точно. Примерив этот жакет, я поняла, что это достаточно милое и уютное изделие. Что самое главное, комфортное. Смотрится очень так нежно. И знаете, все-таки по весеннему. Какой-то особенный такой нежный вайп от него исходит. По ощущениям, оно мне слегка маловато, потому что рукава короткие. И как-то он слегка топорщится, но в любом случае смотрится, по-моему, мило. Когда реально я решила закупиться верхней одеждой. Это еще и кожанка. Я теперь жалею только об одном, что я эту кожанку заказала в черном цвете, а не в трендовом нынче винном. Но я это уже исправила, так что в следующей распаковке ждите и ее. Подобный джемпер я также часто встречала на Пинтерест. Хотелось мне его очень сильно примерить на себе. И у нас на ВБ я подобных не видела. А я только на ВБ я одеваюсь, вы знаете. Есть небольшой запашок, он уже развеивается. Но когда я только-только открыла, честно говоря, пахла немножечко какой-то рыбкой. Молния, конечно, не супер-пупер-мега топ, но на семерочку точно покатит хорошую, учитывая цену. Итак, у этой кожанки самое главное, это, конечно же, ее стиль. Во-первых, она слегка такая оверсайз. Во-вторых, у нее такие большие широкие рукава. Это прям такой стрит-стайл. И больше всего мне нравится эта белая акцентная строчка. Ну и, конечно же, такой классический воротник. Знаете, это слегка какие-то несочетаемые вещи. Такая оверсайз кожанка с таким строгим воротником. Но это, наверное, задает ей какой-то особенный стиль, особенный вайп. Снизу у нас идет вот такая вот манжета из хлопковой резинки. На рукавах резинки из абсолютно такого же качества. Они очень тоненькие, как будто, знаете, взяты из какого-то худи. Но качество, посмотрите, какое хорошее. Все, опять-таки, аккуратно сшито. Черный подклад в цвет куртки. И также есть карманы. Но они абсолютно не глубокие. Качество тоже топ 10 из 10. Меня радует, что сегодня мы все-таки с вами находим очень много всего классного. Не, ну есть, конечно, моментики. В целом, куртка стильная. Я думаю, что когда появятся первые лучики солнца и захочется раздеться, но при этом будет сильный ветер, как у нас часто бывает в марте, она меня будет спасать и выручать. Так что поставлю ей 10 из 10. И теперь жду ее бордовую подружку. Знаете, примерив эту куртку, эту кожанку, у меня сразу же почувствовался в вайп 90. Знаете, я какой-то словила моментик, что она мне напоминает сериал «Слобо пацана». Возможно, потому что он недавно был на хайпе, и все начали перевоплощаться в нечто подобное. Но, в общем, эта куртка подошла бы для образа к этому сериалу. Девочки, мальчики, приготовьтесь. Я такое нашла на Алиэкспресс. Запаковано просто в 300-500 слоев, но зато пришло, я надеюсь, целое, хоть и немножко помятое. Рада, что в красивой упаковке все можно в целом дарить. Открываем. Вот теперь точно вау. Да, друзья, это тарелки Christian Dior. Помните, на Wildberries я нашла вот эту чайную пару или кофейную? Я из них чаще пью кофе. И я в тот день просто не могла спать, потому что я узнала, что в подобной коллекции, в оригинале у Dior, есть еще и тарелки, которые можно встретить, как я понимаю, в кафе или в ресторанах Dior. Но неважно где, может быть, их купить можно. И я искала, я искала весь интернет, облазив тарелки Dior. Конечно же, нашла их на Алиэкспресс. Такой набор стоил порядка 6 тысяч рублей. Да, я знаю, что это очень дорого, но это так превосходно выглядит. Первая тарелочка La Lune. Здесь у нас изображен полумесяц, плюс какие-то цветы и ветви оливы. Следующая тарелочка L'Etoile с изображением тех самых звезд и ростков пшеницы. Третья тарелочка La Temperance. Также олива, какие-то красивые полевые цветы. Возможно, это, как мне писали, карты Таро. Но я этим не увлекаюсь, поэтому, кто шарит, пожалуйста, напишите в комментариях. Это тоже карты Таро. И четвертая тарелочка у нас La Rue de la Fortuna. Ну, колесо Фортуна, здесь так все понятно. Очень красивое колесо с попугаем, с обезьянкой, с кроликом. Выглядит этот набор очень красиво. Даже с обратной стороны, посмотрите, написано Dior Made in France. И да, это фарфор костяной, поэтому и цена соответствующая. За качество исполнения 100% ставлю 10 из 10. За упаковку ставлю 10 из 10. Да, немножко помялось, но все равно все приехало целое. Мне привезли этот набор Курьера. Представляете, прям надо. И доставка была очень быстрая. Он у меня был на руках уже где-то в середине декабря. И ждал этого момента, когда я его вместе с вами распакую в этом ролике. Представляете, почти месяц он у меня лежал без дела. Это 100% классный подарок на любой из праздников. Так что, если хотите подарить такой себе или кому-то другому, кто также любит различную эстетичную посуду, от всей души рекомендую. Твоя оценка, мистер оператор. Надеюсь, здесь есть. Если оператору понравилось, вы представляете, насколько это классно. Наконец-таки подъехала милочуга. Мой первый чехол на мой новый телефон. Написано Wish Me Luck. Итак, внимание, подойдет, не подойдет. Слушайте, ну сел прям как влитой. И что самое главное, не издирает защитное стекло. Не могу сказать, что мне нравится на все 100 баллов из 10, но на 9,5 мне точно нравится. И, по-моему, классно сочетается с цветом корпуса телефона. Девочки, мальчики, что это за арванина? Арванина, да, я не ошиблась. Это какая-то арванина. Просто посмотрите на эту прелесть. Это укороченный джемпер. Хотя на модели он не выглядел каким-то укороченным, согласись. Как будто длина стандартная. Ну там, наверное, метр сорок девушка. Да, на ней он смотрится прям супер оверсайз. В белом цвете так он вообще супер свободный. Я себе заказала размер XXL на размер 60-65. Это самый большой. На самом деле, по факту, этот джемпер, он свободный, но просто слегка короче, чем ожидалось. Главная фишка, это, конечно же, вот эти вот ниточки, которые очень аккуратно свисают. Это действительно так. Не выглядит это прям как какой-то ширпотреб. Если их еще вот так вот причесать, то будет прям стилево. Я подобных решений еще никогда не видела. И поэтому, когда мне Алиэкспресс сам предложил заказать эту кофточку, знаете, вот эти рекомендации. Я такая, боже, мне это надо. Мне нравятся эти черные акцентные пуговицы. Да, они самые дешманские, пластиковые, но смотрятся они неплохо. Качество вязки мне также нравится. Не просвечивает. Все аккуратно сделано. И ткань приятная, мягкая. Конечно же, это полиэстер или акрил. Судя по карточке товара, там ничего не понятно. Спасибо Алиэкспресс. На рукавах швы также аккуратные. Все хорошо выполнено. И что самое главное, цвет очень приятный. Такой нежный, серый. Выглядит дорого. Обязательно оцените в комментариях, как этот джемпер выглядит на мне. Не слишком ли он мне коротковат. Но я ему ставлю лайк. Но это не 10 баллов, нет. Это где-то 8 из 10. Потому что, судя по изображению в карточке товара, я ожидала, что он будет слегка-слегка подлиннее. Эту дубленку я заказала, чтобы повторить аутфит из Пинтерест. И я прям по картинке из Пинтерест, по вот этой, искала эту дубленку. И что самое прикольное, на Алиэкспресс стояла именно эта фотография в карточке товара. Именно по которой я искала. Вы представляете, как совпало? Вау, какая она классная. Надеюсь, я в нее войду. Я впервые вижу серебристую дубленку. Не знаю, насколько это тренд. Возможно, это вообще антитренд. Но я, сидя на Пинтерест, влюбилась просто в этот образ и хотела его повторить. Самое для меня важное, не будет ли линять эта штучка серебряная. Она слегка линяет. Смотри, у меня пальцы серебряные стали. Но это, видимо, нужно прям тереть. Но стирайте эту дубленку, крайне запрещено. Я не знаю, как ездить в этой дубленке в автомобиле, потому что кресло может покраситься. Это будет не круто. Но, во-первых, материал, который внутри, либо материал, который сверху. И не знаю, что-то из этого пахнет растительным маслом. Прям так очень сильно, как будто обильно смазали перед жаркой. Ой, ну замок крутой. Учитывая, что это только из пакета и с огромным количеством заломов, он быстро открывается и закрывается. Также здесь есть ремень, как дополнительный акцент. И это не просто дубленка, она еще у нас и авиатор, если ее расстегнуть. Но это потрясающе. Внутри нас ждет вот такой вот подклад барашка темно-бежевого цвета. Сшито все действительно аккуратно. Но единственное, мне кажется, что вот эти швы, они будут слегка натирать, ну или как минимум ощущаться. Знаете, что самое странное? Что здесь как бы один карман. Он с одной стороны. И он обманка с двух сторон. Кармана нет. Но, возможно, это можно будет распороть и будет карман. Также на рукавах тоже есть ремешки, которые сочетаются с ремешком на самом изделии. Здесь все аккуратно сделано. Мне нравится. Хорошая фурнитура. А еще, я не знаю, видно на камере это или нет, но сам материал, он при определенном углоне, наклоне изделия играет светом. Ну и да, здесь небольшой такой идет эффект старины, эффект ретро. Она как будто вся потрескалась. Особенно хорошо это видно на каких-либо швах. Ну и в целом везде идет вот такой вот крок-эффект. По-моему, так это называется, когда ты что-то покрываешь и у тебя трескается как будто лак. Больше всего боялась, что она мне будет мала, либо где-то в рукавах, либо в целом где-то в груди. Но куртка села на меня просто отлично. Дубленка. Как по мне, смотрится просто потрясающе, но вот этот аромат, который от нее исходит, его ни с чем не сравнить. Я не знаю, как ходить вещи, которые пахнут подсолнечным маслом. Надеюсь, что он выветрится хотя бы со временем. 9 из 10 и в целом это лайк. А тут что я называю сундук Пандоры. Знаете, вот то самое, когда ты заходишь на Алиэкспресс и там моя любимая акция, все по 180 рублей. Ну и бывают цены повыше. Первый лот набор носочков со смайликом. Happy Nice Day и много смайликов. Черные Happy Nice Day и смайлик тоже есть. Черные смайлики и носочки в полосочку. Потрясающий набор за 180 рублей. И мне, и оператору все будут довольны. Качество тут, конечно, ну, сами понимаете. Это же гномик. Надо же гномиков не 100 Валентина заказывать. Смотрите, какой хорошенький. Но я не могла прийти мимо него за какую-то денежку. Очень милый. Будет другом для наших гномиков, которые сидят под телевизором. Ой, ну тут просто целый набор различных пусет. Я даже не знаю, сколько здесь. Пар сережек. Наверное, порядка 50. И они все пластиковые. Они очень легкие. Тут у нас просто круглые и сердечки, и яблочки. И усики даже есть, посмотрите. Ну, это, конечно, больше детский набор. Чисто купила, знаете, чтобы посмотреть на качество и рассказать вам чё как. Но, наверное, я бы вам не рекомендовала это заказывать. Потому что, ну, они очень хлипкие и смотрятся очень дешево. Они буквально пластиковые полностью. И вот эти зажимчики тоже силиконовые. Ну, такое. Ребенку поиграться подойдет. Я, наверное, такое носить не буду. Следующий лот, чтобы порадовать свою душу шопоголика. Какой красивый набор кисточек. Здесь 13 кистей. 13. В целом, набор неплохой. Мне нравятся вот эти маленькие тоненькие кисточки. Потому что ими действительно можно сделать и брови, и как-то скорректировать глаза. Стрелочку сделать можно. Губки вот этой, либо вот этой сделать кистью. Но большие пушистые кисти так себе. Они очень сильно лезут. Если их постараться и повыщипывать, чтобы потом эти ворсинки не были на вашем лице, сойдут. А еще у них милый мешочек. Денис, это по твою душу. Короче говоря, это такой комнатный термометр, который должен показывать температуру и, возможно, еще и влажность помещения. С обратной стороны есть такой вот отсек. Написано Open Close. Вот так выглядит подстава. Там нужна батарейка непонятного типа, которой у нас, конечно же, нет. Спасибо. Вы спросите, что это? А я вам отвечу. Это мои новые AirPods. Но они стоили не 180, а 380. В комплекте есть вот такой вот зарядный кабель Type-C. И, собственно говоря, сами наушники. Были это не действительно стильные. Мне почему-то, глядя на них, сразу меринды захотелось. Ну, или фанты. Судя по всему, они заряжены, потому что там моргает какая-то лампочка. Сейчас попробуем их подключить и послушать музыку. Девочки, проверяем наушники, смотря мои шорты. Работают. Ну, на максимуме как-то не очень приятно. А вот на среднем звуке, на среднем воспроизведении вполне себе. А самое главное, вовремя открывайте свои посылки через месяц после того, как вы их получили. И тогда все товары будут вовремя. Кто не понял, это нет. Это не какая-то лента, которая, знаете, ограждает вас от падающих сосульок. Сейчас, кстати, это актуально. Это кэндикейны, которые надуваются. Чисто мои губы вышли из чата. Вот такая вот тросточка. Вот такая вот прикольная. Ну, на следующий Новый год останется. Пахнут они очень сильно резиной, как, знаете, плавательный круг, который полежал на солнце. Но качество неплохое. Лайк. У меня здесь еще один набор метилостанций. Может быть, здесь не нужна батарейка, которую нигде не найти. Вот! Умные люди создали. Бах, и все работает. У нас дома 23 градуса и влажность 24%. Кажется, пора включать увлажнитель. Ой, уже 30, повышается. В этом мире никому нельзя верить, поэтому она уже будет третья. Посмотрите, какие разные значения. 21,8 градусов и 23% влажности. Здесь у нас 10% влажности и 22,2. А здесь все идет вверх. Температура уже 23, а влажности тоже 23. Вот кому верить, скажите, пожалуйста. Ну, а теперь, чтоб наверняка будем использовать сразу три медиастанции. Ну, и последнее сокровище из этого сундука Пандоры. Милый набор носочков. Посмотрите, какие они кьюти с мишкой. С мишкой в шашечку. Полосатенькие. Ой, вот это самые милые такие бежевые носочки с мишкой двухцветным. И снова вязаные носочки с милой мишкой. Они вообще похожи на детские, судя по размеру. Но это было написано, что это женские носки. Я просто вам сейчас расскажу, что это такое. Это такие крючки, которые подвешиваются либо на камин, либо на комод. И на эти крючки ты подвешиваешь носочки. Это пришло слишком поздно. Работает это как-то вот так. И на наш комод это бы точно не подошло, потому что должен быть выступающий край, как у стола. Ехало это 100-500 миллионов лет. И причем я их заказывала не на Алиэкспресс, а на Озон Глобал. Окей, гайз. Я сначала не поняла, что это, а потом как поняла. Это выглядит ужасно. Это такой жакет. Он был такой широкий, такой свободный на девушке. Это вообще ожидание и реальность. Он такой-то помойная. Это странно. Он не имеет никаких креплений, никаких заклепок. Он просто смотрится как бы свободно. И действительно на карточке товара это было круто. Ну, возможно, когда я это примерю, то опять-таки будет смотреться нормально. Но просто как вещь, это выглядит убого. По материалу такой самый-самый дешевый фетр. Можно подобно встретить в син. Как бы я не любила син, но у них некоторое пальто именно из такого материала. Внутри нас ждет подклад. Причем подклад не простой. Он стеганный и, кстати, достаточно плотный. Думаю, будет тепло в этой курточке. Где-то до плюс 10 точно будет нормально. Может, до нуля градусов. Сшито аккуратно. Но мне так не нравится, как выглядят эти рукава. Либо они просто мятые, либо они как будто слегка сжатые. Нет, они неправильно сшито. Они, видите, сжаты. И здесь тоже это все идет как бы сжато. Но вот как-то ожидания реальность совершенно не совпали. Посмотрите, это совершенно по-другому выглядит. Тут даже рукав слегка другой. Он должен быть очень свободный. Хотя шов здесь тоже есть такой крупный. Ну, скорее всего, это фотографии оригинального товара. Оригинальные вещи от какого-то бренда. И они их закинули в свою карточку товара. А сшили нечто плохое. Смотрится это совершенно не как на модели. Но все равно смотрится чуть лучше, чем просто вещь. Скажи, на мне это выглядит лучше, чем просто вот как тряпка на вешалке. Я думаю, что его просто нужно отпарить и подобрать какой-то хороший низ. Хотя даже с этими джинсами вроде бы сочетается неплохо. Но поскольку эта вещь не застегивается, нужно какой-то красивый низ найти. А у меня там внизу ничего сейчас нет. Конечно же, это не 10 из 10. Это совершенно не то, что я ожидала. Это, наверное, 5 из 10. Качество изделия неплохое, но оно совершенно не соответствует ожиданиям. Тем, что были на фотографиях. Но на этом прекрасном моменте наша с вами большая распаковка с Алиэкспресс подошла к концу. Напоминаю, все ссылки вы можете найти в моем телеграм-канале. Так что переходите, подписывайтесь. Я там с вами общаюсь. Но на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всех вас очень люблю. И до скорой встречи. Всем пока.